Диалог власти с народом сегодня не ограничивается ни географией, ни размером территориальной административной единицы, ни численностью жителей. Скорее наоборот, чем отдаленнее регион или селение, тем более повышенное внимание уделяется решению накопившихся проблем. Как, например, в Як-Кабакском районе Кашкадаринской области, где руководитель первого сектора, Хаким, детально изучил сложившуюся ситуацию и взялся за решение вопросов, поднятых жителями в обращениях в народную приемную. В Махалинском сходе граждан татар, объединяющим 12 таких сел, как в частности Нов, Хайдарбулок, Ширымбулок, Татар, Сувлесой, Чакар, Калтаколь, Воры, Зармас, Зомит, проживает почти 7 тысяч человек. На состоявшемся общественном приеме приняли участие более 150 представителей местного населения. Тем самым рассмотрено около 100 обращений граждан. Свыше 20 проблем решены на месте, потребующим дополнительного изучения, даны разъяснения и определены меры по оповещению касательно результатов. Боймар Захоль-Георов из селения Зомит поднял проблему, связанную с состоянием моста, которому требуется ремонт, и попросил оказать содействие в приведении его в надлежащий вид. Вопрос был изучен на месте и приняты соответствующие меры. Руководителю областного управления дорожного строительства дано поручение по ремонту моста в короткие сроки. По словам Боймар Захоль-Георова, также ослужили свой срок опоры линий электропередач и стали непригодными, что тревожит население. Потому необходимо заменить их на железобетонные. В скором времени будет решена и эта проблема. Рассказали ответственным лицам и о том, что в селе, где проживает около тысячи человек, нет ни одного детского садика, которым так мечтают родители. Руководитель первого сектора области дал представителям соответствующих организаций поручение по строительству на основе государственно-частного партнерства дошкольной образовательной организации. Комал Рахимов из селения Чакар, учитывая чистый воздух, целебные источники местности, предложил возвести оздоровительный санаторий. Данная инициатива была поддержана. Предпринимателю выделят земельный участок и кредит. Мавлюда Хусанова из селения Ширамбулок попросила решить многолетнюю проблему. Привести в порядок внутренние дороги, которые особенно в ненастные дни доставляют массу хлопот для людей. Ее просьбу удовлетворили и будут приняты необходимые меры по ремонту дорог. По словам Нурточ-Пардаева, из Кишлака Нов требуется ремонт, связывающему 10 селений мосту, нынешнее состояние которого вызывает тревогу у местного населения. Вопрос был изучен с выездом на место и дано поручение по строительству прочного современного сооружения. Удовлетворена просьба молодых людей касательно строительства библиотеки. Из областного центра доставили передвижную библиотеку для постоянного пользования сельской молодежью. Ее фонд пополнен переданной областным хакемятам новой литературой на более чем 7 миллионов сумм. Родившиеся в горных селениях ученые также не остались в стороне и подарили более 200 книг. Решилось очень много проблем женщин. Отпала необходимость ехать для этого в областной центр, расположенный в значительном отдалении от наших сел. Руководители и ответственные лица сами приехали и на месте рассмотрели волнующие нас вопросы. Теперь у нас и библиотека, которой до этого не было. Спасибо. В процессе общественного приема решен вопрос по устранению перебоев подачи электроэнергии. В селе установили новый трансформатор. Также на основе обращений во все населенные пункты доставлены выделенные обществом с ограниченной ответственностью Худутгаз-Кашхадарьё свыше 1400 баллонов с жиженным газом. Ими обеспечены 32 молодые семьи. В зимний сезон сталкивались с проблемами по обеспечению газом. С января месяца этого года на таком вот современном транспорте, который может передвигаться по любой дороге и в любую погоду, нам доставляют баллоны с жиженным газом. А ведь раньше нам приходилось ждать их по 3-4 месяца. Было очень трудно. Сейчас всё иначе. Повышается уровень жизни людей. Сегодня тоже много семей получили новые газовые баллоны. Во время открытого диалога в рамках пяти важных инициатив в своей способности продемонстрировали учащиеся 68-й общеобразовательной школы селения Калтакол. Большой интерес у молодёжи вызвали представленные военная техника и вооружение. Не менее интересно прошла встреча Кумандон Вайошлар. Молодые люди получили ответы на все интересующие их вопросы. Поделились своими жизненными планами. Говорили о большом внимании, которое оказывается военнослужащим, о мощи и потенциале национальной армии. В тот же день руководители во главе с Хакимом области навестили проживающего в селе Никалтакол, участника Второй мировой войны Джабора Махмудова. Тёплая беседа воодушевила столетнего Аксакала, которому вручили подарки. Звучал военный оркестр, на миг мысленно возвращая все далёкие сороковые. Вспоминая лишения, всю трагедию кровопролитной войны ещё глубже осознаёшь цены мира и стабильности, царящих на нашей благословенной земле. Искренний диалог продолжился вокруг костра. Выступления военнослужащих, музыкальных исполнителей подарили массу ярких, незабываемых впечатлений. Субтитры создавал DimaTorzok